Реал Бодрит Сегодня мы, передача Реал Бодрит, переименовали станцию метро Днепр. В честь футбольного клуба Днепр. И вы будете первыми посетителями этой станции. Мы вас поздравляем и, конечно же, даем право торжественно разрезать ленточку. И еще кусочек, конечно же, оставите себе на память. Да, спасибо. Мы вас поздравляем, вы первый посетитель станции метро Днепр в честь футбольного клуба Днепр. Спасибо! Ура! Ура! Вы первый посетитель новой станции под названием Днепр. В честь футбольного клуба Днепр именно мы ее сегодня переименовали. Поэтому торжественное право разрезать ленточку и стать первым пассажиром станции метро Днепр предоставляется вам. Что за развод? Почему развод? Все торжественно и кусочек себе на память. Мы вас поздравляем! Ура! Здравствуйте! Телеканал 2 плюс 2 передача Реал Бодрит. Мы сегодня переименовываем станцию метро Днепр. Да, хорошо. Станцию метро Днепр. Ну и что? Честь футбольного клуба Днепр. Вы футболом увлекаетесь? Да, да. Видели же, как они в финале достойно... Играли, почти выиграли. Молодцы, конечно. Мы болели. Да, мы согласны. Мы за Днепр. Здравствуйте, ребята. Телеканал 2 плюс 2 передача Реал Бодрит. Класс, у вас шарик. Спасибо большое. Жаль, что не коноплянка. У вас свидание? Нет, мы ждем подругу. Вы ждете... У вас тройное свидание? Нет, у нее день рождения. У нее день рождения? Хорошо. В честь ее дня рождения мы переименовываем станцию метро Днепр. В честь футбольного клуба Днепр. Ничего делать не надо. Она уже называется Днепр. Но будет называться в честь футбольного клуба Днепр. А не в честь реки. Хотя и в честь реки тоже. В финале поддерживали и в метро поддерживали. Вы смотрели футболцы? Да. Да? И как там Днепр? Ух, молодцы. Да нас они выиграли. Они всегда победители. Все. Спасибо. Мы переименовали Днепр. Почему не идти нам? Олимпийскую будем переименовать. А Днепр в честь любимого футбольного клуба. У нас одна семья. Две команды футбольные. Динамо и Днепр. Днепр я тоже уважаю. Это хорошая команда. Мощная, да. Единицы таких команд, которые есть на Украине. Именно поэтому мы вот здесь эту старую статую поменяем на новую Маркевича, сделаем красиво. Нет, я считаю, что это атом. А атом, он всегда есть атом. Потому что это все. Так Маркевич это наш футбольный атом. Да, ну так. Мы уберем вот эти статуи советские. И поставим здесь Маркевича. А там Коноплянку. Лобановского есть. Почему конечно? Вот по левой стороне, по левому флангу будет Коноплянка. Красиво. Женя должен быть там. Предлагаем здесь сделать звездочки, как в Лос-Анджелесе. Вот. Каждого футболиста, который был заявлен за Днепр. Даже за Зулю, который не играл. Но, к сожалению, травма. Еще сделаем бесплатный проезд. Только на этой станции. Если люди будут заходить в форме Днепра, полностью вы будировали. Щитки, бутсы, шортики и даже потничок. Вы зашли на станцию метро Днепр. Да. Вы знаете, что если бы вы одели футбольную форму футбольного клуба Днепр, вы бы зашли сюда бесплатно? Нет, не знали. Нет? Потому что мы переименовали станцию метро Днепр. Станцию метро Днепр в честь футбольного клуба Днепр. Мы будем знать теперь. Переименовать станцию метро Днепр в станцию метро Днепр в честь футбольного клуба Днепр. Отлично. Отличная идея. Это буквы одинаковые. Вот и буквы одинаковые. И мы сегодня переименуем станцию метро Днепр в станцию метро Днепр. Так оно так и было. Вот именно. Ничего не меняется. Только в подсознании мы теперь переименовали в честь футбольного клуба Днепр. Посередине между вагонами будет фонтан имени плачущего Селезнева. Ого, так все серьезно? Очень все серьезно, да, мощно. Будут еще барельефы вдоль вот этих красивых переходов. Например, там будет Ротань, который учит Криштиану бить штрафные. Вау. Да, с другой стороны, Маркевич утирает нос Блохину. Вау. И Коноплянка заставляет Бейла завидовать. Как он это делает, вы увидите в барельефе. Это действительно все так будет? Конечно. Вы бы вышли, здесь был бы фонтан плачущий Селезнев. Красивый такой фонтанчик, свежо. Летом очень хорошо. Зимой тоже приятно. Он будет греть еще ночью. Как он будет зимой? Если будет холодно. А потому что здесь будет стоять Маркевич и давать указания. Вот эту статую уберем, поменяем на Маркевича. Все равно не катит. Не катит? Нет. Евгений Коноплянка катит по левому так хорошо. Катит и навешивает. На этой ветке метрополитена, на красной, поезд впервые выезжает на свет из туннеля. Это как украинский футбол. Подземелье. А Днепр, футбольная команда, которая свет в конце туннеля. Ну, денежку вкладывать. Так, денежку не надо вкладывать. Уже все есть. Станция и так называется Днепро. И клуб называется Днепро. Ничего вкладывать не надо. Только здесь можно еще, вот где название станции, рядом состав команды. Вы также будете говорить, как и раньше. Мы, я работаю на станции метро Днепр. Ничего не изменится? А зачем изменять станцию, если она и так названа Днепр? Очень непопулярная станция. Видите, вообще ни один человек не выходит из вагона. Когда мы переименуем эту станцию в метро Днепр имени футбольного клуба Днепр, здесь сразу же появится много пассажиров, туристов, которые будут фотографироваться. Бабушки будут продавать сувениры футбольного клуба Днепр. Семечки, конечно же, тоже будем продавать. Все это благодаря нам. А пока здесь тишь-то гладь. А давайте вместе с вами повесим табличку здесь. Так. Футбольного клуба Днепр. Вот прямо вот здесь, на заборчике. Давайте, можно? До нашего начальника метрополитена и тогда все проблемы решают. Мы переименовали станцию метро Днепр. Теперь она называется станция метро Днепр. Мы молодцы. Вместе с вами будем первыми. Вот так возьмем, поддержим. Ну, я такой футболист. Нормальный вы футболист. Почему? Я с ней волну прошу. Можно смело говорить, что мы переименовали станцию Днепр. Мы за Днепр! Новые люди подходят на станцию метро Днепр, которая названа в честь футбольного клуба Днепр с сегодняшнего дня. Переименовали станцию метро Днепр. Это наша заслуга в честь Маркевича и Коноплянки. Будут новые статуи. И посередине фонтан. Мы красавчики! Мы переименовали станцию метро Днепр в станцию метро Днепр в честь футбольного клуба Днепр. Совсем скоро тут появится фонтан. Ребята, готовьтесь! Абсолютно пустые вагоны продолжают курсировать по станции метро Днепр. Мы переименовали станцию метро Днепр в станцию метро Днепр в честь футбольного клуба Днепр! И-ии-ии-ии! Заряжай волну! Оп! Поехали! Молодцы! Сила! И-ии-ии-ии! Днепр! Днепр! Вялененько, вялененько! О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! По очереди давайте. Нормально, нормально, надо тренироваться, ведь скоро здесь все будут заряжать волну. Туристы будут приезжать на станцию метро Днепр, потому что это будет станция метро Днепр имени футбольного клуба Днепр. Хорошо, вот там уже подлавливают, подлавливают сотрудники. Кстати, сотрудники метрополитена будут теперь в форме стюартов. Мы за Днепро! Мы за Днепр! 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 Мы переименовали станцию метро Днепр! И отпускаем шарик. А нас по телеку покажут? Вас по телеку покажут. Можем, вот вы, как первые, кто поддержали, вообще вашу честь здесь тоже сделать барельефы. Они праздновали день рождения подруги. Мы за Днепр! Вы оставайтесь здесь, пока зима не наступит, а мы пошли дальше. Готово- Ooh! Да. КОНЕЦ! Продолжение следует...